Включаем поворотник, протягиваем дальше от перекресток, крутим, поехали. Почему мы дальше уезжаем? Потому что нельзя углубляться в этот ампентицит, или как его называть, потому что тут сплошная линия, и ее иногда задеваем. Если до середины доедем только, надо его почти проехать. Далее мы видим знак 40 и ЖТ-переезд. Смотрим лево-право. Там дальше, да, у нас знак 40 стоял? Вот он, перекресток. Теперь можно ехать 60. Но помни, здесь, вот эта полоса, не здесь, а чуть дальше она закончится. Поэтому надо будет перестраиваться. Включаем левый поворотник, в зеркало смотрим. Причем даже можно по разметке понять, когда разметка все меньше, 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 превращается не из прямой, как прямоугольной формы, да, у нас получается в кубики. Вот, тогда и у нас уже полоса заканчивается. Знак 40-300 метров. Засекаем 300 метров, ага. Едем. Здесь у нас дорога не позволяет, причем ехать 60. Правее немножко возьмем. Так ведь я справа начну сейчас обгонять, обережать. По сути, вот он, перекресток справа. Который отменяет действие того знака. Вот мы только что его проехали. Как раз 300 метров, это на перекрестке. Все, здесь уже можно по правилам дорожного движения двигаться 60 км в час. Ну, опять же, если дорожное покрытие нам позволяет. Здесь 100% услышим, дядьки тормозят всех. Здесь услышим, повернем направо, включаем правый поворотник. Как чаще бывает здесь, если мы уезжаем на топор. Смотрим пешеходов. Бывает здесь машины стоят слева от нас, мы не видим пешеходов. Поэтому мы усматриваемся. А вот он успеет, нет? Ну, успеваем. Здесь поворачиваем направо, только в свою полосу сразу. Это и соседняя, и наша. Смотрим налево, кто по нашему ряду едет. Но здесь, в принципе, можно не волноваться, потому что слева от нас есть светофор. Светофор, соответственно, загорится запрещающим. Красная машина завершит маневр, если она разворачивается. Надо тоже на это обращать внимание. Здесь часто разворачиваются. Видишь, как они едут? Непонятно, да, где едут? Только на перекрестке видно уже, что они едут сюда. Этот ехал-ехал и решил перестроиться. Поэтому как-то так. Ну, эти сразу видно, где едут. Они по второму ряду поедут. Выезжай, смелей. Все, их нету никого. Ну, и, соответственно, сразу смотрим, никаких запрещающих знаков нет. То есть мы уже знаем, что здесь, если что, можно ведь не остановить.